Нам сюда сейчас можно внести программный компонент Тройкрипт для создания криптоконтейнера Вот мы подцепили нашу флешку Это родненькая система? Нет, но телефон полностью там Ух ты! Вот она А вот мы с этой экраном возникли контраст с тем количеством ядов, которые учит бывает про мушку столетия Но мы только что установились Ну еще все впереди Правда этой системе скоро останется Так что особо мы не будем опираться с робом С ее настройками и украшениями А скоро или когда? Зачем мы его создавали? Скоро это сегодня вечером Ну, создавайте криптоконтейнер, вперед Галочка Давай, next, next, галочка Галочка, next А там next, next Галочка, next Ну, прочитать желательно На самом деле, если нет ничего ракового, я уже читал Галочка, next А много вы соглашения за свою жизнь прочитали? Именно это я читал Next, 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 next Next, okay hook down checkout Да Да Нет Всегда да Да, чекthbor Вот у вас появилась иконочка. Система шифрования. Давайте зашифруем вашу коробочку. Не будем ее шифровать. Мы не будем шифровать, потому что эта система не умеет шифровать уже имеющиеся данные. Не умеет. То есть надо установить новые данные? Нужно создать шифрованное место, потом уже с которым можно работать. А потом уже тогда скопировать вашу коробочку. Она будет дважды шифрованной. Ну это уже перебор. Это лишнее. Может на 3D? Ну это как пятый рейд, пятый рейд. О, вот это выбор. Он предлагает под любую практически свободную букву в системе смонтировать имеющиеся криптоконтейнеры. А тут есть? А откуда он? А, не знаю. Это на Z. А не знаю. C и D у нас заняты. C, D и E. Собственным винчестером виртуальным. CD-ром и подключенные флешки. Вот. Дигий кошмар какой-то. А что мы будем подключать? У вас есть криптоконтейнер? Надеюсь. У нас нет контейнера. Нам нужно создать в первую очередь. Здесь будет уже интересно. Ух ты. Красивая картинка. Значит, что нам предлагают? Какие варианты? Мы можем создать именно контейнер в виде файла. Мы можем зашифровать не системный раздел. Зачем? Ну, правда, зачем? Диск D имеет шифрованный. Нет. Диск D имеет шифрованный. Если вы никуда не бегаете, никуда не копируете, зачем вам файл контейнера, если вы можете иметь шифрованный диск? Давайте шифрованный диск. Ну, я сейчас скажу, почему я не понимаю. Есть совершенно пакостная ситуация для паранориков шифрования системного раздела. Паранорик. То есть компьютер просто не загрузится без ввода правильного пароля. Ну, из ничьи можно это и так сделать? Нет. Если вы даже винчестер всунете в другой компьютер, вы увидите, на нем сплошную бракодаву. А каким образом, в каком моменте нужно вводить пароль? Ну, практически на фоне черного экрана выпрыгивает. Маленькая такая ключечка. Да. Видеть паспорт просто. Да. Это не тот пароль, который в биосе. Загрузка начинается. Первый, там, начальный загрузчик, естественно, не шифрованный. Но перед загрузкой операционной системы нужно установить расшифровщик диска. Вот он там влезает запросом пароль. Почему это не стоит делать? Во-первых, вы можете потерять все, если забудете пароль. Наглупо. Ну, извините, если диск D мы можем тоже потерять, если забудем пароль. В принципе, да. Но когда рушится система, ничего нельзя сделать, ни отката, ничего. Это совсем плохо. На диск D, ну, вы переустановили на диске C рухнувшую систему, снова ввели пароль и вы получили свой диск D. Если у вас рухнул зашифрованный раздел, ну, даже не рухнул, даже повреждение вот этой вот системе шифрования на начальном этапе загрузки, поэтому мы делаем просто контейнер. Предлагается два варианта на выбор. Обычный криптоконтейнер и двухслойный. А, двухслойный это для двухпароля, да? Да. Давайте я его попробую. Давайте двухслойный попробую. Двухслойный голосуем. Зачем? Да просто. Чтобы попробовать. Как это выглядит? Он крут. Честно говоря, не пользуюсь. Поэтому самому интересно. Вы же говорили, что у вас двойной? А, вы говорили, что есть такое возможности. Есть такая возможность. Так, мы работаем в обычном режиме. Если вас будут раскалывать, какой пьянник, повторяю все. Не, если раскалывать, зачем-нибудь потяжелее. В смысле горячим? Мы с вами с вами с вами с вами с вами с вами. Да, все нормально. Ну, шитикум не смотришь? Интересный вопрос. Вот смотрите. Про алгоритмы шифрования. По умолчанию он предлагает американский стандартный АЕС. Но, есть еще два финалиста конкурса криптоалгоритмов. Это Serpent и Tlofish. Получаются они там математически и по быстродейски. По стойкости они сопостроимы. Так, чтобы быстрее давать. А сейчас мы узнаем, кто быстрее. Но, обратите внимание, на последние сколько тут раз, два, три, четыре, пять строчек. Для особо озабоченных предлагается двух- и трехслойное шифрование. Размер 50 мегабайт. Поехали. Пошло. Пошло. Две секунды, три секунды. Ну, он распишет. Пять секунд, шесть секунд. Он все напишет. Восемь, девять секунд. Сейчас все увидится. 50 мегабайт я для теста загрубил при памяти 1056. Ну ладно. Не, ну там поместится определенно. Ну, можно было поменьше, было быстрее. Просто результаты были бы видны. Но, опять же, до какого предела я могу уменьшать размер тестового? Нет. До какого размера я могу уменьшать размер тестового запроса с тем, чтобы он сохранял какую-то связь с реальностью? Ну, пять, допустим. Почему пять? Ну, мне нравится число пять. Мне тоже нравится. А почему? Ну, это семнадцать. Ну, это семнадцать. Почему семнадцать? Потому что такой валерий хронов под этим номером. У процессора есть, так называемая, чеш-память, которая располагается между, собственно, процессором... О, есть. Отлично. Располагается между процессором и основной памятью. Она во многих раз, а иногда и десятых раз, быстрее, чем основная память. Если наш тестовый запрос крутится в рамках кэш-памяти, мы не можем сказать, с какой реальной производительностью будет это дело работать в живой системе. Assim как раз? Поэтому размер тестового задания должен быть заведомо и много больше. А кэш-память размер какой? У разных процессоров, ну, у сегодняшних процессоров, варьируется, если в целом, от 1 мегабайта до 12. Не братья, собственно, специально. Тогда 1 мегабайт 15 нормально. Ну, если у нас 1 мегабайт, то достаточно. А если там 12, то когда 80% задач будет в кэш-памяти, лучше в несколько раз больше, чем в размер кэш-памяти. Итак, смотрим, производительность шифрования АЕС 38 мегабайт в секунду, расшифровки 39 мегабайт в секунду, дальше иметь 29,6, 32,6, и серпент одиночный 17,9 и 18, самый медленный уголь. Самое быстрое? АЕС. Конечно, самым медленным получается трехсвоенное шифрование. 8,6. А, ну, в среднем 8,8. Соответственно, мы будем пользоваться самым быстрым. АЕС. Да. Хорошо, конечно, двухслойным, но не тот компьютер. Делаем, если даст. Вот, строго в пределах кэш-памяти. Запомнили именно эту цифру, да? 38,9. Ну, порядок. Заснял. Хорошо. Смешно. Смешно. Быстро. Есть разница? Да. Да. А вот теперь смотрите, почему не сильно изменились две последние строчки? Потому что они много-много раз. Потому что мы ушли даже с пятью ста килобайтами за пределы кэш-памяти этого процессора. А еще меньше? Ну, сто килобайт меньше он не дает. Пищать. Мы точно поместились в кэш-памяти. А ведь последние быстрые. Да, это все равно не поместилось. Но тоже лучше стоило. Так, мы используем алгоритм АЕС. Видимая снаружи емкость диска. Давайте один гигабайт. Ну, давайте. Так, секундочку. А мы общий размер еще не забыли. Общий размер. Мегабайт 10. Ну, мегабайт 10 не смешно. Вот я ничего не засуню. Ну, давайте 10 на 1 гигабайт. О, самое главное. Да. Обратите внимание. Вот на вот эту вот строчечку. О чем мы вчера говорили. Использование ключевого файла. Чем хорош ключевой файл? Немеренная длина ключа. Чем плох? Если с ним что-то случилось, вы его наизусть, естественно, не помните. Если вам изменилась какая-то буковка, вы этого не найдете никогда. Ну, только если это хорошо известное литературное произведение с правильной версткой. Когда вы можете просто прочитать, найти артографическую ошибку, ее исправить. Ну, это тоже. Да, хороший вариант. Война внучка. Да. Ошибочку там найти, где-нибудь запятую провалившуюся. Пару раз прочитать, и все. Удачная. Так, делаем изображение пароля. Ну, я думаю, что мы не будем возиться с попытками взломать занятие бесполезное, поэтому пароль делаем. Давайте ванечке, а между буквами, например, будет... Хорошо. Тогда вы будете ответственны за ввод пароля. Я? Да, садитесь в водитель. Если вы его забудете, мы останемся без данных. Вы ведете неправильно. Ой, так какие там данные. Один раз, одна попытка, да? Нет, зачем? А я сделал отображение в водитель. Видите, показывает пароль. Верхний, потом повторный год. Внизний. А, да. А потом будем взламываться. Между прочим, вполне метод. Установить камеру напротив интересующего помещения и снимать экран. Скорее, клавиатуру. Если уж снимать, то клавиатуру. Это может отсвечивать. А, экран отсвечивает вообще. А если я рентгеновский? Ой, ну это вообще метод. Рентгеновский недобьет. На самом деле, там. Недобьет, да. Лучше, там, смотреть программу, которая... Ой, да. Это уже терроризм. Это уже процесс разрушится. Так. Вроде бы совпадает, да? Вроде бы. Так. Нельзя, только на английском. Да. Слушай. Б. Б. Много похожа на брода. А парамты-то похожи? А парамты для этого есть. Так. Тип файловой системы мы выбираем. По умолчанию предлагает FAT. Ну, честно говоря, я им не верю. И правильно. Давайте я зашу. Мы доверяем. Мы не надежны. Ну, TFS гораздо более надежный. Размер кластера. Ну, в данном случае... Помните, что мы говорили про выбор размера кластера, когда говорили про рейд-массивы. Примерно в размеру одного запроса. А парамты-массивы. Давайте 16. Да без разницы. Если мы сделаем 64, мы с крупными файлами будет работать быстрее. С мелкими похожи. Много пустых методов. 32. 16. 27. 16. Ладно. Пускай будет 16. На самом деле потери будут, но нас они не очень напрягают. Так. О, это он там наш файл крутит, да? Нет. Я тоже снимаю. Это случайный ключ, который будет использован при шифровании. Можно использовать случайный ключ. А можно, например, не крутить его мышкой, это без разницы. Можно случайно открыть. Так, форматируем. Вот пошел форматируем. Вот реальная скорость работы нашего шифрования при работе в виртуальной машине. Ну-ка, с ними добавьте сифон. Берем. Ну, сейчас будет чуть-чуть больше. Почему так? Ведь мы видели, что там 38 мегабайт в секунду, еще чего-то. Почему сейчас? Грабеш, а это виртуальная машина? Нет, ну, виртуальная машина работала с реальным диском. Вон, дерутся. Почему сейчас у нас несколько раз меньше, чем мы видели? Грабеш. М? Грабеш. Ну, кто грабет? А может, у нас больше? Кто грабет? Шалка и счастливая личность. Понятно, как ее зовут? Здесь, в ПАКОСТе, механические устройства и динчестерки. Тест производился в оперативной памяти без физической записи на диск. Как только у нас идет обращение к диску, мы теряем производительность. По-моему, много раз. То, что мы потеряли здесь всего раза в три-четыре, это как-то. Не страшно. А вот если у нас какая-то микросчетная программа не пустилась в оперативную память, потери производительности могут быть в тысячи раз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...